14 декабря Наставничество Для меня приход Наранон стал благословением после стольких лет мучительной жизни с родственниками-наркоманами, чья зависимость разрушала меня. Я не случайно произнесла благословение, потому что Наранон помог мне перейти к выздоровлению и душевному спокойствию. Представьте, что я застенчивая 17-летняя девчушка из небольшого пранцевального городка, только что поступившая в институт. Во время первой адаптационной недели я познакомилась со студенческим братством и испытала благоговейный трепет перед старшекурсниками. Многочисленные студенческие организации предлагали мне вступить в них. Я чувствовала себя беззащитной, одинокой и подавленной. Ко всему прочему, на протяжении недели шел дождь, а так как у меня даже не было зонта, мне приходилось перебегать из корпуса в корпус под ливнем. Однажды, когда дождь был особенно сильным, я стояла под навесом у своего общежития, не решаясь выйти наружу. Вдруг ко мне подошел симпатичный блондин из студенческого братства и предложил свой зонт. Мы шли, укрывшись под одним зонтом, и разговаривали. Я обнаружила, что мой новый знакомый тоже застенчив и не уверен в себе. Два одиноких человека, застегнутые непогодой, один, правда, более сильный и опытный, нашли убежище во время бури. Именно так я и понимаю наставничество. Щит над головой, зонт, символизирует нашу программу «12 шагов», которая дает мне укрытие от боли, причиняемой наркоманией. Я должна в первую очередь использовать его для собственной защиты, затем надо поделиться им с другими. Этот щит не может быть эффективным, если я не буду видеть картину в целом. Я постепенно изучаю и применяю шаги. Но успех программы заключается в ее единой философии, действующей совместно с регулярным посещением собраний семейных групп Наранона, с ежедневным чтением литературы, сослужением. Жизненно важным, связующим звеном программы являются телефонные звонки, когда я как наставник или друг поддерживаю других людей. Все это проявление действенного участия, помощи и познания программы на практике. Они дают нам прекрасную возможность укрыться в безопасном месте от урагана зависимости и созависимости. Наставничество – это спасательный трос программы, ручка зонта нашего выздоровления по программе «12 шагов». Размышления на сегодня. Наставничество – это работа по 12 шагу. Это один из способов нести весть другим людям и содействовать развитию нашего содружества. Я могу сохранить свое выздоровление, только если я готова отдавать его. Цитата. «Наставник – это кто-то, на кого мы можем положиться, кто достиг такого уровня выздоровления, к которому стремимся и мы». 12 инструментов выздоровления Наранона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова